Вчера вся страна вспоминала о том, чего нет. Некоторые даже праздновали то, чего у нас нет. Нет у нас независимости. К сожалению, Украина и такое понятие, как независимость, сейчас это слова антонимы. Трудно быть независимым государством с голой жопой. Трудно быть независимым государством, когда всеми финансово-экономическими, социальными и политическими процессами управляют извне. Украина сегодня находится под полным внешним управлением. А внешнее управление – это и современная форма рабства. Внешнее управление – это современная форма рабства. По факту мы находимся сейчас в рабской зависимости от западных государств и западных структур. Управление, внешний контроль, диктаты. Упраздняет эту независимость и усиливает, существенно усиливает внешнее управление над Украиной. Диктат всего того, что можно вообще. Нас просто ведут в рабство и ведут очень быстро. К сожалению, все, за что мы тогда голосовали, сейчас уже в руинах и не существует. А что это за держава Украина? Давно является колонией. И ни черта, здесь суверенного давным уже давно нет. Бандитское государство вырастили за 29 лет. Вы понимаете или нет? Это или страна лохов, или, как говорил Александр Абдулов, страна непуганных идиотов. Украина сегодня потеряла остатки собственного суверенитета. Мы потеряли независимость. Мы святкуем независимость, а от же, питаем вас. Наша независимость – это реальность, иллюзия, мрія. Сумки 29-ти років независимости Украины підбив и народный депутат, голова політради партии, опозиционная платформа «За життя» Віктор Медведчук. Політик грунтовно анализирует пройденный краянный шлях и удаляет три главные проблемы. Первая – это деградация экономики. Другим маркером развития страны есть деиндустриализация. Последние годы украинская промышленность переживает не только кризу, а и катастрофу. Третью проблемой за годы независимости, на думку Віктора Медведчука, есть деинтеллектуализация. Вот эти послания Медведчука о Зеленскому мне напоминают послания апостолов пасты. Но те слушали эти послания, правда, без ожидания ответа. А Зеленский, у меня такое впечатление, что он их даже не читает. Оно ему не интересно. Страна превратилась в такой, знаете, симбиоз зарабетчан и сообщающихся сосудов. Ребят, полный абсурд. И вы говорите о независимости, я немножко послушал. Скажите, а какая независимость в стране, в которой Фьюлис Нуланд определяет, кто будет премьер-министром? Помните этот телефонный разговор с Яценюком? Когда Госдеп США, вернее Байден, определяет, быть нашему генпрокурору или нет. Когда Европейский Союз решает, какой объем товаров туда продавать и как покачественнее резать Карпаты. МВФ определяет тарифы. Все реформы проходят под эгидой каких-то грантаедов, которых взрастил Сорос. О какой независимости идет речь? Мы вообще уникальная страна. Мы празднуем два праздника, которых не существует. Нашу независимость и день нашей Конституции, который попирается каждым президентом. Причем все это делается с пафосом, в национальных одеждах, с какой-то бравурной риторикой. Друзья, за нашу независимость надо бороться. У нас независимость поэтапно сдавалась каждым президентам. Ну я, например, человек с опытом знаю, что никакой независимости сейчас абсолютно нет. Абсолютно нет. Ни в принятии решений во внутренней политике, ни во внешней политике. В этой парадигме пост ОРСР, оно не летит. И вот это, про что мы говорим разными словами, польот закончится неизбежно. Другая хвиля, первая уже закончилась, другая будет конец вересня, про которую мы тут много говорили, экономичная. И далее варианты. И третья, криза государственности, конец листопада. Неизбежно. Это криза. Это не значит, что не будет Украина, но это криза и ответ на ней. Або мы перезасновываем шляхом референдума, установчей влады, чего угодно. Перезасновываем государство, або жмем друг в другую руки и говорим, что больше нет. У нас был никем, стал президентом. Был вором, стал бизнесменом. Понимаете, вот что мы сделали за 20 дней. Можно, глядя на то, с какой скоростью нашу страну и наш народ смывают в унитаз, я боюсь, что это, мы прошли давным-давно точку невозврата. Независимость, это не самый большой вареник, самый высокий трезуб, самые широкие шаровары. Поэтому, ну какая независимость, с кем мы независимы? С Российской Федерацией мы независимы, когда с одной стороны говорим агрессор, а с другой стороны они у нас номер один по экспорту, номер один по импорту. Мы абсолютно зависимы, там нефть, газ и так далее, энергоносители, твелы и так далее. От кого мы за независимы? Я клянусь вам, я не знаю, кто радость вообще в этой стране испытывает. Ну может в офисе президента, который обворовывает эту страну сегодня, опутав ее коррупционными схемами. Но у меня сегодня позиция одна. Украина умирает. И наша задача сегодня действительно консолидироваться и бороться за ее спасение. Ребята. А что это за государство Украина? А вона вообще существует? Реально. Вона даже вчера день независимости. Вона даже день народжения своего начала. Вона существует реально или лишь формально? Пока что мы стоим на дне независимости Украины. Хочем вас, наши шановные глядачи, приветствовать с этим святом. Нехай он символичный, нехай он по духу саме такий, когда хочешь пишаться, когда хочешь посмехаться, когда хочешь слушать хорошую музыку, а по политической части он не совсем отвечает тому, что происходит в нашей стране. Мы вас все равно витаем с этим святом.